Лилия Четрарова и Сергей Захарьяш договорились все расходы делить пополам. Лилия надеется, что теперь у них не будет проблем, связанных с деньгами. Но если вдруг Сергей захочет сделать ей подарок, то Лилия с удовольствием его примет. До сих пор телезрители удивляются тому, как в свое время Лере Фрост удалось выиграть конкурс на звание самой натуральной участницы. Ведь, судя по фото Валерии, задолго до прихода на проект она перенесла не одну пластическую операцию. Да и прочие косметические процедуры отчетливо видны на ее лице. Еще больше вопросов и даже откровенных насмешек спровоцировал стоп-кадр одного из недавних эфиров. Хейтеры не упустили случая постебаться над просячими глазками девушки и гнездом вместо нормальной прически у нее на голове. А вот безобразно раздутые губы Леры вызвали не просто насмешки, но и самое настоящее отвращение. Более того, многие всерьез опасаются, что еще немного и губы Фрост просто разорвет. Многие фанаты телепроекта подозревали, что Алексей Чайчиц намного старше, чем старается казаться. Появившись на телешоу, парень сообщил, что в данный момент ему 25 лет и он ищет любовь всей своей жизни. Вот только мало кто поверил, что Леша действительно так молод. Сегодня в социальной сети появилась информация о том, что Чайчиц нагло врал насчет своего возраста. В данный момент молодому человеку аж 35, а не 25, как он пытался всех заверить. Очевидно, что в столь почтенном возрасте Алексея вряд ли бы взяли на проект. Однако организаторы пошли на хитрость и сделали парня моложе на десяток лет. На днях стало известно о том, что Алексей Купин решил начать карьеру видеоблогера. Молодой человек сообщил, что будет публиковать на своей странице короткие видео, в которых покажет жизнь на Доме-2, которая не попадет в эфиры. Купин обещает эксклюзивные ролики для своих подписчиков с участием героев реалити-шоу. Вчера в сеть попало очередное видео от Алексея, на котором Александра Шева предстала перед зрителями в пьяном виде. Очевидно, что это никогда не пустят в эфир. Однако выложить нетрезвую шеву в интернет никто не запрещает, чтобы еще больше подогреть интерес к Дома-2. Сегодня в социальной сети появились слухи о том, кто может являться настоящим отцом ребенка Ольги Рапунцель. Дима Дмитренко категорически отказывается принимать эту роль на себя, ведь жена активно гуляла на стороне, где могла зачать малыша с другим мужчиной. В числе претендентов на роль отца числится Илья Ябаров, который совершенно не против обеспечивать своего ребенка. На днях Илья рассказал, что намерен остановить отцовство через тест ДНК. По словам мужчины, это позволит ему на 100% быть уверенным в том, что ребенок его. Выяснилось, что незадолго до начала беременности Илья спал с Ольгой и, вполне вероятно, является отцом ее будущего ребенка. Ну а пока поклонники телепроекта подозревают, что Рапунцель до сих пор дожидается возвращения на проект мужа. Именно поэтому вопрос с разводом затянулся так надолго. Ребята не спешат в этом деле. Более того, Ольга была яркой участницей преимущественно за счет унижения Дмитрия, поэтому ей намного проще помириться с мужем, чем завести нового парня. На сегодня это все новости Дома 2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии.